Всем привет! Сегодня я попытаюсь кратко и по существу рассказать о отеле Sirens Tropical Varadera. Ну, Varadera это касава, я думаю, уже прочитали на Кубе. Шириной где-то в километры на ней цепочка отель. Один из них вот именно этот. Когда смотрел на него в гугле или на других картинках, казалось, он небольшого совсем размера, потому что почему-то на фотографии только вот виден этот основной корпус. Мы приехали в 12 в час. Ну, естественно, за дополнительный плат у нас поселили в номер. Это вот основной холл. И несколько корпусов тянется от него по сторонам. То есть, мы жили немножко в дальнем третьем корпусе. Вот сейчас я из него снимаю. Дальше по коридорам можно дойти до холла. Большой интернет везде. Я даже набляжу. В принципе, неплохая связь. Но, единственный минус каждые два часа надо обновлять. Подключать его снова. Подходить на ресепшн. Вечерами концерты практически каждый вечер. Приезжали артисты. Обычно пели или играли на трубе и рояле. Также приезжал какой-то художник. Вечером выставлял в холле свои фотографии машину и Капитолия. Отель я бы загружен. Сказал на треть. В этом особой очереди. Что из интересного, это бананы. Сегодня вот в виде пюре какого-то нажаренного. Вчера жареные были сегодня. Жареные ананасы. С чесночком. Так как меню стабильное. Яйца всех видов. Гороб, курица. Три-четыре человека стоят в очереди. Но я думаю, что если будет полная загрузка, наверное, очередь тут растянется. Хотя некоторые блюда дублируются в уже готовом виде. Номер, информация такая. Замок. Мы ходим, конечно, каждый день. Обновляем, потому что он перестает открывать. Вот так вот он работает. Ванная комната. На второй день нашли выключатель под полотенцем. Сомнительное решение унитаза. Относительно всего остального. Ну, как бы, как есть, то есть. Но интересная тема, что, например, унитаза до туалетной бумаги тянутся не дотянуться. Сделано все прилично, как бы, все комфортно и хорошо. Сейф прилагается. Вешалки прилагаются. Подушек много. Торшерчики. Кстати, вот четвертый этаж у нас. Четыреста. Четыреста. Ну, третий корпус. Четвертый этаж. Очень большие потолки. То есть кондиционером вообще не пользуемся. Инварь сейчас я напомню. Спим под шум моря с открытым балконом. Комары на первый день. Только прилетел один комар. Я его убил. Такой вот балкончик. Розетки. Розетки имеют форму, но втыкаются ебая, по сути, форма. В принципе, смысла нет заморачиваться. То есть за 50 евро, за 50 баксов, если вы не бронировали с видом на море, вам предложат его. Если вы бронировали, вы все равно приедете раньше, чем четыре часа, то это будет стоить 20 баксов, чтобы заселиться раньше. Вот так это выглядит. Такой вот отельчик. Основное здание. Там дальше вот есть бунгало. Мы видим по другой цене. То есть территория отеля достаточно большая. Ну вот это бар в основном здании. Сейчас утро, поэтому он пустой. Закрыт наполовину, но у нас встреча с нашим гидом. Поэтому нам открыли. И мы узнали, что тут еще есть еще и актовый зал. То есть отель достаточно большой и содержится, в принципе, в хорошем состоянии. Бетонными дорожками выслана практически вся территория отеля. Есть маленькие скамеечки, непонятно для чего они. Рядом с основным корпусом единственный большой бассейн. Ну а это основной пляж. То есть здесь в первую половину дня, начиная с 10 до часу, проходят все мероприятия. Именно волейбол, игры какие-то, гимнастика, обучение танцами, ну и естественно купание. Вот основной корпус. Напротив него есть еще небольшой пляжик. Там уже можно полежать без музыки и более спокойно. С другой стороны бунгало. Бунгало на данный момент были практически не заняты. Там видимо более дорогие мира. Народу немного, мест достаточно свободных, все отряхивает. Вот с обратной стороны есть еще видимо одна столовая. Ну, когда мы были, она не работала. Рядышком проходила просто дискотека. Ну, а во время проживания вы можете вечером именно там заказать какой-то урок. Кальянский или еще какой-то. Поверьте, у меня совершенно без разницы, что вы за каждого. Потому что меню ограничено и оно просто может в противоположной стороне. И поводу сходить и развеяться. То же самое, несмотря на меню, вам привозят. Второй туфет. Тот, который сейчас не работает. Вот дальше бунгало и битсейн. Еще маленький пацейн. Здесь уже с баром, но на данный момент не работал видимо из-за того, что народу немного. И если вот пройти за бунгало чуть дальше, то мы увидим еще огромное поле. Ну, в принципе, ничем не обделано. Просто поле с деревьями. Ну, это показать хочу я, что вот такая огромная территория у этого отеля. То есть вот практически он тянется от бунгало с одной стороны, который расположен. Далее столовая вторая, про которую я говорил. Основной пляж. Там же есть барчик, там же есть снеки круглосуточные. Вот основной корпус. Напротив него есть еще один пляжик с зонти. Ну, естественно, вечернее шоу. В целом отель позитивный. Убраны чистенькие. Сорок минуты от аэропорта. Работающий постоянный интернет. Нормальная кормежка. Удобные номера. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok